что за торт красиво очень получилось доброе утро ребята вчера такой был сложный перегон перегон это с одного места до другой остановки едешь вот этот прям по центру всей невады через пустыню невада ехали пять часов вокруг ничего это самая скучная дорога в мире пожалуй просто он такая прямая 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 ничего не происходит мы вчера так устали и даже больше не смогла ничего сказать но мы сейчас находимся на границе юты и невада мы добрались дают время 9 утра по местному поют овскому разница с лос-анджелесом в один час так 11 утра будем выселяться из гостиницы пойдем сядем в машину посчитаем сколько у нас денег осталось я вам сообщу какой бюджет у нас остался после вчерашней мы уже были в юте и поэтому ничего грандиозного от нас не не ждите это было в прошлом трипе становились на колорадо зато дальше все будет только самое интересное итак мы немножко поспали уже готовы к выезду выселяемся с номера время 11 утра и отель best western плюс я вам сейчас покажу какой номер и чем мы остались недовольны ну во первых мы просили одну кровать они нам дали две кровати но с одной стороны неплохо развалить все свои вещи здесь и спать на этой кровати когда одна кровать это намного уютнее зеркало большое есть кофе типа кстати кофе это не вкусные не пейте кто будет быстрее стороны оставаться телевизор есть интернет кстати вот не очень мне нравится и комфортно когда раковина находится в прихожей как заходишь умываешься части зубы и здесь вот так вот очень узко тут туалет а знаете что еще ванна начинаешь но это мои волосы извиняйте это это я ли не ванна во первых вода не регулируется поменьше или побольше она всегда хреначить просто вот такой сумасшедший струей набирается очень быстро и ты когда моешься постоянно находишься в какой-то помойке из мыла смыленного шампуня кондиционеры это все не уходит и ты как как жаба в болоте ну не очень комфортно очень грязные окна смотрите какая жесть вообще это прям вообще не похоже на бест-вестерн так это ерунда не открывается окно душно и очень грязные окна отвратительно вот тут типа вид на горы смотрите какая здесь обдрыпанная мебель вот такое замечательное кресло а тут кошки подрали или что почему-то так потрескалась короче ребят выкиньте это кресло но даже позорно реально весь вид номера портит вроде номер то и ничего да вообще обычно мы эту сеть очень любим бест-вестерн но бест-вестерн плюс мы решили первый раз остановиться он вроде как бы типа плюс должен быть круче но на самом деле он оказался какой-то гораздо хуже ну и теперь самый неприятный обидный момент что на самом деле нас затронуло мы на протяжении уже долгого времени многих многих месяцев сколько бы мы не путешествовали мы пользуемся всегда бест-вестерн потому что у нас есть опыт и как бы цена-качество нас принципе устраивало но сейчас мы немножечко на них в обиде в общей сложности останавливались у них более 30 раз за все время проживания в америке вот 30 раз точно ну вот прям точно и сейчас у них идет акция такая на эту весну две ночи берешь третья ночь в подарок они пересчитали они видят мы у них есть у них в базе они пересчитали все наши поинты они нам насчитали всего 4000 поинтов это кстати очень мало как будто типа четыре ночи всего вместо 30 и не дают нам вот эту несчастную даже одну ночь вот за эту акцию радовались мы прям думали как классно мы поедем в trip у нас будут бесплатные ночи которые мы заслуженно приобрели чую я тут регулярно в этой сети но видите не дают и не дают не просто там сегодня не дают мы уже несколько раз пытались подкатываем к ним они говорят ну что-то там у них все не сходится не срастается и поэтому мы платим и ночи как бы продолжают прибавляться если сейчас они не разберутся я сейчас еще везде хэштеги поставила на завтраке еще там плюс и минусы там отметила сейчас я еще потом поразбираюсь ну как поразбирать не от коля поразбирается я вот только так чисто поболтать в инстаграме разбираться с ними надеемся мы вы цыганим свою ночь если они нас обидят мы к ним больше останавливаться у них не будем забыла сказать что нас поселили в конце коридора лифт находится в самом конце коридора мы на третьем этаже но мы возле лестницы ребята разминаете булки тащите свои чемоданы сторону в принципе я довольно булки размять после длительной дороги день 2 начинаем 3840 рублей 3840 долларов не рублей смотрите знаете что это такое вот это полоса на дороге это граница юты и невады а мы погнали дальше итак мы поспали выселились отеля едем поюте пейзажи вы уже видели очень даже симпатично согласитесь это соляные озера штата мормонов но в salt lake city останавливаться мы не будем потому что мы были там в прошлом году и знаете что случилось я хотела вам рассказать про муху есть там остров антилоп мы приехали туда там бизоны типа какие-то антилопы наверное но мы не видели но в бизонов мы видели их реально там очень много и там есть очень много мух большие такие как слепни они вот так облепливают тебя просто подлетают к тебе такие как прилипала знаете я вылезла в люк и высматривала бизонов и подлетела ко мне муха не 1 даже несколько и 1 меня укусила у меня сразу же моя рука стала размером как у слона просто и нам пришлось ехать в больницу 200 долларов мы заплатили для того чтобы нам поставили нам мне поставили укол от этой мухи и вообще запись со штата юты вы можете посмотреть в альбомах актуальные там есть не только юта там есть техас монтана вайоминг там в общем 13 штатов вы можете найти в том числе и юту и какая была у меня рука и как она опухла и сколько мы чего там заплатили это было буквально вот недавно вот прошлом году можете пойти в альбоме посмотреть там информации вот так просто сейчас мы собираем новую информацию про те штаты которые мы не были поэтому извиняйте мы проезжаем мимо но следующее у нас колорадо мы там не были знаете что я придумала точно мы же сейчас едем по по всем штатам да но там дальше от колорадо и в ту сторону мы там вообще нигде не были коль только в нью-йорке когда-то был пишите вот место рыбы вы хотели посмотреть а мы туда заедем классно ребятки не представляете мы остановились в ють и мы встретили такую машину дяденька стоял что-то чиню мы разговорились и он пригласил нас посмотреть как и он живет он купил вот этот здоровый фургон себе всего лишь за 11 тысяч долларов в джорджиус пойдем посмотрим на обычный пикап он прицепил вот такой здоровый фургон он нереально большой очень большой полноценный домище лестница а че он сейчас включая кого раздвигает дом о боже мой что происходит там все двигается смотрите представляете здесь есть диван даже окна со шторами шкаф телевизор вот эта часть отодвигается тоже туда дальше и он становится ценная квартира а здесь есть кухня стол немножко правда не убрана плита микроволновка вообще все есть вообще фанта даже смотрите вентилятор есть вставляете 11000 долларов и можно ну конечно не новый говорит вот в джорджии купил можно урвать что такое вот видите вот эта часть он ее не до конца открыл просто что показать что комната раздвигается это просто полноценный дом тут лестница и и тут душевая пока большая ребят смотрите хочу теперь такой автобус смотрите тут есть и телевизор холодильник есть и морозилка даже всего 11000 это такое реально все закрывается круто просто супер меня приглашают все посмотреть это вообще два дивана а два кресла диван телевизор камин фаерплейс круто мне очень нравится смотрим как сжимается собирается домик сначала кровать придвигается оп слушай коля это восторг просто нам нужен такой дом трансформер чего себе веник засосало смотри блин сколько он бензина жрет интересно ну таком путешествовать это вообще круто а это представляете тут есть старушка где можно до хранить всякие вещи и инструменты то что как бы тебе сейчас не нужно а вот это вот так вот вытягивается и такой получается большой навес дядька крутой вообще молодец вот мул американцы молодцы умеют просто реально путешествовать по всей Америке наслаждаться природой, кайфом. Немножко еще расскажу про этого дядечку. У него немного грустная на самом деле история, как Коля выяснил, он больше всего с ним общался. У него умерла жена от рака. Спустя полгода где-то у него умер сын. И спустя еще какое-то время, спустя еще два года у него умерла дочь. Он остался абсолютно один. Сам он из Джорджии, где, в принципе, и купил вот эту машину. Сейчас путешествует по всей Америке. Он военный бывший. У него 4 тысячи долларов пенсия. И он живет вот в этом доме, катается по всей Америке, живет где хочет. Ни в чем себе не отказывает, покупает все, что ему необходимо. Но деньги, которые у него остаются, он все тратит на то, что он отправляет, занимается благотворительностью. Многие американцы на самом деле занимаются благотворительностью. Это реально круто. А на что еще, скажите, тратить деньги? Вот зачем? Вот что еще надо? У него полноценный дом. Ни в чем себе не отказывая, но те деньги, которые у него остаются, он все каждый месяц отправляет детям в Африку. В общей сложности, если верить его словам, за все время он отправил около миллиона долларов, уже туда пожертвовал. А сейчас оказывается, он нашел свою дочь. Как он сказал, что 50 лет назад моя девушка забеременела. И только сейчас я узнал об этом и нашел свою дочь. И его дочке 50 лет, и он едет познакомиться с ней. Надеюсь, дядька будет счастлив. Дядька хороший, вот, понравился очень. Молодец. Он у меня обижается, что ему приходится ждать, пока я ему дам деньги на бензин. Вот это. Вот тут, вот тут. Кушать, кушать. Я так рад, я так рад. Так, смотрите. Это все еще юта, такие снежные горы. Мы прямо сейчас поедем прямо через них. Пришли в магазин натуральной еды. Хотим покушать немножко. Не немножко, я прям есть хочу сильно. Грибы больше не пропадут. Органика. За полкило, за полкило, за доллара шестьсот. Морковку получишь, друзья, подарят? Нет. Будешь по-моему клубнику тебе жадать? Да, это кефир. Да, я ее люблю, да? Это, типа, медовые, медовые палочки. Прям прикольно. Но при чем здесь пиво? Вышли из магазина. Это магазин органики. То есть, как правило, это очень дорого. Но обычно ходят все цены гораздо дешевле. Коля взял с бананом и клубникой. Мы взяли вот столько банановых чипсов. Мы их обожаем. И в дороге они отлично идут. И органические мандарины. Все, мы больше ничего не взяли. И вот мы заплатили 9 долларов 83 цента. Сейчас будем есть вот это вяленое мясо, которое мы купили. Ваде по акции. Что это акция? Мясо показывала вам вчера. Почти все съели. Первый пакет вот, ну, Коля, по-моему, портал нормально. Орешки у нас остались в яблочках. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Мы находимся в национальном парке Арки, который находится в штате Юта. И сейчас я вам покажу, какие здесь просто безумно потрясающие виды. И всю дорогу у меня преследует только один вопрос. Как? Как природа умудрилась такое вообще сотворить? Я вообще не понимаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Представляете, мы заехали в Колорадо и самый первый городок, который стоял на границе. И посмотрели там отели. Ну, там обычно вот эти американские шестерки, восьмерки и прочая такая ерунда. Но был один мотель такой, очень интересный. У него очень низкая цена была. 60 долларов это вместе с таксой. То есть он стоил 50. Рейтинг был 9. 9 из 10. Безупречная чистота. И мы решили сюда заехать. И забронировали номер. Мы очень приятно удивлены. Мы сначала думали, что мы закинем свои вещи. Пойдем где-нибудь покушаем. Но здесь так уютно. Это я даже описать не могу. Здесь как дома. То, что такие, знаете, замороженные холодные комнаты. А здесь вот прям такой вот какой-то домашний, такой уют. Реально и очень чисто. Хозяин этого отеля, он поляк. И он нам дал номер вот с такой гигантской кроватью. Представляете? Он сначала дал нам обычный, ну вот как мы забронировали. Но потом, видимо, там у него гостей сегодня мало. И он такой говорит, я думаю, вам этот больше понравится. Мы зашли такие, вау. Вот вроде скромно, лаконично. В углу такой очаровательный маленький столик с цветочками, кондиционер. Здесь вешалка, картина. Ничего лишнего, абсолютно. Шторки. Очень уютная кровать. Вот вроде тоже ничего особенного, но, знаете, вот чувствуется, что как будто с душой сделано. Туалетик, зеркаль, раковины, стаканчики, полотенечки. Здесь какие-то средства. Вроде ничего особенного, но как-то так мило. А еще завтрак включу. В каждом отеле-мотеле, везде по всей Америке есть эти стойки с рекламными всякими бумажками. Раньше в России я на них вообще не обращала внимания. Думаю, ну, что, обычный спам. Но когда вот ездишь по штатам, каждый штат приезжаешь, ты не знаешь, что там есть, чем он живет и что там интересное сейчас происходит. И у них очень много вот таких всяких буклетов, буклетов, карт, всякой вот такой ерунды, которые ты выбираешь, что тебе нравится больше всего и туда едешь. Коля, в принципе, сейчас этим и занимается. Слишком. Колорадо очень насыщенный. Штат здесь очень много всего. У него вся карта истыкана и не понимает, как нам построить маршрут. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...